Не только в День Победы поздравляют ветеранов. В Екатеринбурге в светлые дни Рождества Христова тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, пригласили в Духовно-Просветительский Центр Царский, чтобы еще раз выразить слова благодарности за их подвиг. Такое событие, которое действительно перевернуло весь мир. И тысячелетия люди соблюдают эту форму празднования. И действительно, оно выходит все больше и больше в народ. Михаил Васильевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда Рождество Христова встречали те, кто, несмотря ни на что, продолжал верить в Бога. На государственном уровне праздник не отмечался. Но ветеран признается, в условиях войны отношение к Богу у человека менялось. Ну, например, на фронте бывало сверху сыпятся бомбы или артиллерийский налет. Артиллерия взрывает снаряды, на тебя сыпется земля. И ты, как страус, ищешь, куда голову спрятать. И волей-неволей куда-то к Богу, куда-то к Всевышнему тянет общение спасителя. Волей-неволей вырывается Господи. Да спаси, да Господи, да пронеси. Рождественский прием для ветеранов Великой Отечественной был организован Экатеринбургской епархией, Уральским отделением Всемирного Русского Народного Собора, Благотворительным фондом НИКа и областным комитетом ветеранов «Союз ветеранов». Наше Уральское региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора, одним из соучредителей которого я являюсь, оно поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и объезжает их в всевозможных районах нашего города. Причем мы к этой акции постарались привлечь именно молодежь, это и учащиеся колледжи, и студенты вузов, и казачья молодежь, именно для того, чтобы они наглядно вот с этими людьми познакомились, пообщались. Слова благодарности и признательности ветеранам высказал епископ Среднеуральский Евгений. Когда вы были в возрасте детей, времена были такие, что, когда увидели батюшку, вы, наверное, делали вот такие большие глаза, да ему и видеть было непросто. А что такое вера, что такое Рождество, Новый год-то нам только вернули после войны. И вот есть возможность сегодня сделать небольшой подарок, рождественский подарок для вас. Сделать его детям. Рождественский прием – это еще одна возможность сказать ветеранам спасибо за то, что они прошли через весь ужас военного времени и принесли людям мир. В будущем планируется сделать такие встречи более масштабными. И значит, нам нужно одна победа, Она для всех мы за силой не постоим. Отданно всем мы за силой не постоим. Отданно всем мы за силой не постоим. Субтитры создавал DimaTorzok